Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В течение двух встреч, двух передач последних наших, мы обсуждаем достаточно сложную и злободневную, актуальную тему одновременно. Тему духовного кризиса, кризиса веры, кризиса религиозного опыта, как это пережить, в чем он заключается. Тема, которая обычно в церкви не обсуждается, замалчивается или даются самые какие-то расплывчатые общего характера ответы и рекомендации для людей, которые приходят с этим кризисом. Обсуждаем мы эту тему в нашей студии с клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Мы с вами договорились, что на последнюю нашу встречу сегодняшнюю в этой теме мы посвятим вопросам преодоления кризиса веры, конкретных рекомендаций человеку, который приходит с этим запросом, ну и, естественно, очень важная тема, как жить с человеком, который в этом кризисе пребывает, потому что зачастую это бывает невыносимо. Человек, потому что переживает весь спектр эмоций, от глубочайших депрессий, уныния, тоски до, не знаю, какого-то раздражения, желания, чтобы его все оставили, плюнуть на всех, опустить руки. И это можно перетерпеть день, это можно перетерпеть неделю, но иногда кризис бывает затяжным. И вот как себя правильно вести, и тому человеку, который этот кризис проживает, переживает, и тем людям, которые живут с ним в этот момент, я бы хотел сегодня вот этому посвятить наш разговор. Еще более сложная, наверное, тема, потому что... Ну, можно оттолкнуться от вашего священнического опыта, потому что люди к вам приходят разные, к нам, к священникам, на исповедь, на разговор. Вот. Можно начать отталкиваться от каких-то своих личных, ну, таких вот интуитивных ответов, которые зачастую подсказывают сердце, подсказывают, кладет Господь, что называется. Вот пришел человек с этим кризисом. Ну, вообще проблема глубже психологическая, потому что мы воспитаны так, и мы воспитываем своих детей, что мы не принимаем какие-то тревожные состояния. Ну, если ребенок плачет, он должен успокоиться. Если ребенок капризничает, он должен перестать. То есть каждый раз, когда ребенок проявляет, как мы называем, негативные какие-то эмоции, мы стараемся тут же их буквально прям в течение минуты переключить на положительные. Мы не принимаем плач, там, раздражение. И это настолько закладывается, видимо, в подкорку у нас, что мы и своих детей так же вот, ну, и к своим эмоциям так же. Да, да, и поэтому, когда человек в кризисе, он в чем-то, может быть, да, и в депрессивном какие-то состоянии испытывает. Он и сам пытается быстрее как бы отсюда выскочить, возможно, да, что бы сделать, чтобы вот прям завтра уже перестать этот кризис испытывать, да. И люди, которые его окружают, они тоже испытывают в этом сложность, потому что они не могут, ну, так вот, так уж нас воспитывают, да, они не могут вот эту сложность и эту болезненность другого принять. Она очень тяжело переживается. Мне кажется, это какой-то род ксенофобии такой, да, когда особь, которая болеет, да, ее пытаются как-то сплавить куда-то, чтобы она тут не маячила, да, чтобы ее не видеть, потому что это все болезнь. А кризис в чем-то тоже душевная боль такая, как болезнь. И поэтому, если мы хотим как-то помочь человеку, во-первых, надо ему объяснить, что это не быстро. И не надо пытаться быстрее из этого выскочить, потому что мы говорили на прошлой программе, что для того, чтобы кризис стал началом чего-то нового, хорошего, надо его прожить. То есть не купировать. Вот если это выдох, да, мы сравнивали кризис с выдохом, вот мы сделали вдох в легкие на помощь, но нам необходимо сделать выдох, и мы делаем выдох, но если мы его остановим на половине, то следующий вдох будет половинчатый. Если мы остановим на черте, то есть три четверти легких осталось с прошлым воздухом, уже переработанным, то мы вдохнем только четверть кислорода. И мы тем самым-то кризис свой затянем, потому что мы испытаем ужас от того, что вроде бы кризис вроде как прошел, да, а на самом деле мы никакого облегчения там нового подъема какого-то не испытали. Поэтому прожить по возможности полно. И здесь, конечно, может помочь только человек, который бережно отнесется к этой боли другого. И мне кажется, что все, что могут сделать ближние, это вот это бережное отношение к боли другого. В чем это бережность выражается? Без вот этого хамства, лаза не в душу, там, ну что там, ну давай. Без вот этого встань и иди. Знаете, вот сейчас есть такой психологический прием. Я сейчас как бы не девальвирую Евангелие, но есть психологический прием, когда человеку надо такого эмоционального пинка дать. Да, вот что ты там разнулся? Встань и иди на работу. Да, там, возьми и сделай. Вот, иногда, конечно, это работает. Потому что, на самом деле, иногда человек и не в кризисе, а просто он так вот разленил себя, как обломов. Ну, как у меня теща любит повторять, все подобного рода проблемы от безделия. Ну да, вот это один из подходов. Но он не всегда работает, к сожалению. Когда человек на самом деле в духовном кризисе, в личностном кризисе, то если мы будем, говорит, встань и иди, а он не сможет, у нас будет возникать раздражение, мы будем укореняться в мысли, что он симулирует какой-то он... Почему он в кризисе, а я нет? Я вот смог, и ты сможешь, да? Итак, я просто хочу немножко структурировать. Значит, первое, что мы должны испытать к человеку, который к нам, например, приходит в таком состоянии, это бережное, нераздражительное, раздражительное, любовное отношение без осуждения. То есть это первое, с чего начинается. Даже без какой-либо оценки, мне кажется. Ну супер. Просто вот есть у тебя такое состояние, оно очень болезненное, да? Можно посочувствовать, сказать, что я это переживал, да? Может быть, поможет на первом... В самом начале человек поможет и мысли, что он не одинок в таком своей, да? И что это кончается, это может завершиться, да? И завершиться, может, очень хорошо, каким-то новым подъемом. Но это надо прожить. То есть надо быть готовым в этом пожить, побыть в этом. Поэтому вот задача близких – не пытаться как-то ускорить этот процесс. Я бы вот хотел еще ухватить вашу метафору с воспитанием ребенка, что обычно мы как бы там негативные состояния стремимся максимально купировать. Недавно относительно читал какие-то вот эти психологические открытия психотерапевтов, там, те, кто изучает работу мозга. И они, значит, к интересному выводу и факту пришли, что, например, истерика ребенка, которая длится дольше 15 минут, вот, например, ребенка орет просто, непонятно, что-то ему не дали, что-то он не получил, он орет. Вот после 15 минут крика начинаются определенные, в чем-то необратимые процессы головного мозга. То есть ребенку одновременно нельзя давать орать больше 15, когда там час орет, когда его запирают в комнате, он там пока не проорется, не прокричится, его там не выпускает, он там полтора часа, он там лбом бьется о пол, об стены. Вот это все начинает вредить человеку. Если это перекинуть на духовный кризис, то да, с одной стороны, вроде бы мы должны дать человеку, ну, условно говоря, погрузиться в эту бездну, да, и когда я дошел до самого дна, там оттуда снизу постучали. То есть дать эту возможность прожить и погрузиться. Но с другой стороны, мы должны понимать, что человек может застрять в этом состоянии. Вот как сделать так, чтобы он не застревал? Потому что в какой-то момент включаются, мне кажется, другие психологические моменты. Ну, например, допустим, я человек, который крайне нуждается вот в участии, в одобрении, да, вот чтобы меня там психологически поглаживали. И для того, чтобы это все происходило в моей жизни, должно что-то такое максимально трагичное, драматичное произойти, и тогда я получаю внимание всего мира к себе. Вот. Я заболел, и меня там окучивают, не знаю, еще что-то в моей жизни, меня уволили, я потерял там близкого человека. Вот меня начинают окучивать, и я начинаю в этом, условно говоря, кайфовать. Вот с одной стороны, бережное отношение должно быть, не должно быть осуждение, должна быть поддержка, но с другой стороны, как сделать так, чтобы человек не начал, не переключился в это состояние максимально, и не начал, условно говоря, смаковать его? Ну, здесь нет, мне кажется, никаких гарантий. Ну, это тот риск, который есть в любом состоянии. Ну, близкие люди, они почувствуют, и, может быть, даже смогут сказать, что тебе это уже нравится. Вот, но вообще жизнь такова, что, мне кажется, вот наши опасения о том, что будет вот так, они как раз коренятся в какой-то неуверенности, что ли. Мне очень понравился рассказ, когда вот в ваш клуб, Татьянецы, приезжал путешественник какой-то, такой из Москвы. Ага, Вадим Рябиков. И он рассказывал вот такую историю, когда там, да, в племя вернулся мужчина, ему дали жену, но он не работал, не хотел работать, лежал просто, спал там, ел фрукты, но не работал. Сосед к нему пришел, говорит, ты что-то, наверное, болеешь, я буду тебя кормить. И вот два года эта ситуация продолжалась, потом его пригласили на охоту, он стал, ему понравилось. То есть как-то вот, наверное, вот эта ситуация в этом племени, она для меня такой, конечно, может быть, утопичный, но идеальный вариант. Когда, да, человек, например, на два года погрузился в эту бизнес, может, где-то ему там и нравится. В любом случае, мы не можем вот прям в тревожной ситуации пребывать, потому что чем-то мы питаться должны там. И вот это может быть, да, забота ближних о себе. Это тоже есть определенная подпитка. Но это, у меня, знаете, какой образ сейчас родился, как аквалангиста. Раньше, помните, не было уже этих баллонов кислородных, смесей не было, да, пока там не поняли, что азот надо добавлять еще. И просто шланг такой был к этому, к скафандру, с поверхности шланг, и человек там внутри дышал, да. Вот мне кажется, вот такой образ у меня почему-то родился. Человек в кризисе, человек там в чем-то, может, в депрессивных состояниях. Он похож вот на такого кулангиста, да, мы там где-то на поверхности, на лодке. И вот этот шланг, как образ вот той заботы, любви, которую мы к нему испытываем, и которой мы бережно к нему... Ну, может возникнуть вопрос, там, через год, а что-то он там нами уже, как бы, это... Может, он услаждается этой заботой, шланг это перерубить, например, да, то будет не очень, наверное, правильно все-таки по отношению. Да, это... Ну, может быть, он и всплывет экстренно, да, а может быть, и потонет. Одним словом, избаловать любовью нельзя. Я думаю, нет. Вот именно любовью, не потаканием, не, вот, как бы, потворством, не малодушием, а любовью, нет. А вот то, что проблема наша любовь деградирует в потворство, в малодушием, в баловании, это другой уже немножко аспект. Ну, вот, дать ему там, как бы, исследовать все и подняться, и вот, чтобы вот этот вот канал воздуха, который, как образ вот нашей заботы о нем, о любви, он всегда чувствовал там, потому что это может быть единственное питание там, там на дне, единственный вообще канал жизни. Мы его, я думаю, не вправе вот так вот брать там, потому что нам надоело там, вот, нам хочется уже уплыть, а он там все, что-то раков этих ищет, или кого он там ищет, непонятно. А может быть, на самом деле, жемчужину найдет человек. То, что нас потом на поверхности всех обогатит. А придет черед, и мы там окажемся, и мы будем надеяться, что этот канал любви не прекратится, пока я здесь. Мне одиноко, холодно, там, трудно. но вот я чувствую это дыхание, то есть я чувствую людей, которые не пытаются купировать мою боль там, или дернуть меня, давай уже вылезай, а понимают, что мне нужно это время, мне нужно это состояние прожить. И так, значит, бережное, неосуждающее отношение, терпеливое, с внутренней готовностью, что это будет ни неделю, ни месяц, ни, может, даже не год, может, растянутся на годы. Вторая вещь, о которой вы сказали, встань и иди, это, мне кажется, зачастую мы грешим тем, что стремимся человеку как бы представить одно единственно верное решение, которое есть только у тебя. Ну, то есть мы берем и говорим человеку, что вот так вот действуем, ну, там, батюшки такие вот. Это везде, на самом деле, даже вот человек заболел, там, и каждый считает, что рецепт ему лекарства. Слушайте, вот, да, мы были, вам надо костыли, вам надо обязательно костыли, потому что моему внуку прописали костыли, и вам тоже они пригодятся. Я всего лишь простыл. Нет костылей. Да, ну, это да. Вот, и какие еще могут быть ошибки людей, которые вот на этом пути? То есть предложение единственно верного решения, нетерпеливая, осуждающая такая вот стратегия, когда мы там говорим, да, ты сам виноват, еще что можно сделать? А какая ошибка может быть на этом пути? Да, ошибок-то много можно. Тут, наверное, но их важно, мне кажется, проговорить, хотя бы вот, ну, такие фундаментальные. Мне вот просто проще представить, да, вот этот путь, где я могу помочь, и все остальное, это там, где я наврежу. вот так вот у меня, потому что у меня как-то четких каких-то категорий ошибочных нет, может быть, просто не приходит в голову, но каждый раз, когда я отключаюсь от сочувствия, отключаюсь от любви по-настоящему к человеку, и пытаюсь своими мерками его мерить, я точно совершу ошибку. Ну вот мне кажется, сейчас вполне очевидным иногда бывает, вернее, не иногда, а вполне очевидным может быть ошибка, может быть очевидной, когда мы, вот сейчас нас услышат, да, люди, которые смотрят, значит, надо человеку дать погрузиться, вот, в депрессивное состояние. И другой человек говорит, окей, все, значит, у тебя депрессия, ты ее должен прожить, созвонимся, когда все кончится. Вот мне кажется, это тоже достаточно такая, ну, такой фаталити для человека. Ну, а где тогда воздух он будет брать? Ну, вот тебе дают воздух, условно говоря, дыши этим сколько хочешь, вот, грусти, тоскуй, депрессуй, вот, но я говорю именно как об ошибке этой, да, то есть, вот, человек может услышать и подумать, что вот это тоже верная стратегия, но вам не хватает сил, его слушать, то есть, быть его участником, причем, здесь же тоже очень важный момент, то, о чем мы, собственно, сейчас это и обсудили. Одна из таких наших стратегий при разговоре с человеком в трудной жизненной ситуации бывает такая, что мы говорим, у меня так сто раз было, и вот за этой фразой человек слышит, что да твоя проблема и не проблема вовсе, мы берем и как-то нивелируем и говорим, что дай у тебя обесцениваем его кризис, обесцениваем вообще, в принципе, его духовный, религиозный опыт, у тебя и опыта не было никакого, что ты тут придумываешь, кризис, вот, и там, и так далее. Вот у нас такая стратегия присутствует, то есть, это даже не отмахнуться, мы здесь как будто бы хотим, как будто бы поговорить с человеком, но говорим, нивелируя его травму, то есть, говорим, да и не травму, как и ребенок, да, например, упал, коленку расшиб, да ладно, что у тебя тут и нет никакой ранки, да, что ты говоришь, что болит, да не больно же, мы говорим человеку, у которого болит, что ему не больно, и вот тут, конечно, нужно уметь слушать, разговаривать, но не о себе, а именно о другом человеке, да, то есть, делиться там каким-то опытом, даже может быть, не своим, а вот какие-то предлагать, не знаю, рецептуры святоотеческие, или еще как-то, или евангельские, но когда у человека не хватает сил говорить, он говорит, ну вот, комната, я дверь закрою, постучишь мне, когда у тебя все пройдет, и вот это, мне кажется, тоже одна из таких ошибочных стратегий, потому что тогда, вот мы в предыдущих наших передачах говорили, да, про то, что как только появляется кризис, высвобождаются вот эти все экзистенциальные тревоги, тревога одиночества, тревога смертности, желание вот это быть, оно как-то начинает уходить, там, тревога бессмысленности своего существования, и вот мне кажется, что человека, меньше всего, в период вот этой экзистенциальной тревоги, что он одинок, никому не нужен, никем не понят, никем не услышан, мы берем его и подобного рода стратегии, что, мол, погружайся в свою депрессию, только меня не трогай, у меня, дождемся того момента, когда ты будешь удобным собеседником, удобным другом, удобной женой, удобным мужем, удобным ребенком, вот, а удобный, это когда ты меня сильно не напрягаешь своим присутствием, вот, это вот, собственно, погружение человека в одиночество, вот. Отец Николай, у нас остается не очень много времени, мне бы очень хотелось, вот мы сейчас в большей степени сосредоточили внимание на стратегиях людей со стороны, а все-таки, вот, бывает важным, чего уж там таить, и мы иногда переживаем какие-то вдруг вот эти вот сдвиги тектонические, да, внутри нас, что мы можем в качестве напутствия, да, может быть, для тех людей, кто сейчас переживает, или для тех людей, которые, может быть, приближаются к некоторому кризису, помимо того, что все это пройдет, помимо того, что это все временно, и что, держитесь, что мы еще можем сказать? Буквально в три минуты. Я думаю, что за любым кризисом, и в том числе кризисом веры, мы должны увидеть перспективу найти себя настоящего. конечно, потому что основа любой жизни и религиозности в том числе это я. И вот мы говорили мы об иллюзиях по поводу собственной там жизни, по поводу мира, по поводу Бога, Церкви. Вот иллюзии рушатся, но за вот этими разрушениями, да, сквозь эти дыры просвечивает что-то настоящее. потому что я настоящий есть только перед Богом, как в мысли Бога, в замысле Бога. Я такой, каким он меня задумал, да, это я и есть настоящий. А мы часто себя строим из каких-то образов медийных, там, кинематографических, потом родительских каких-то штампов. И все это далеко от меня настоящего может быть, поэтому снимать эти слои часто очень болезненно, нам это неприятно, трудно. Но если мы хотим по-настоящему приблизиться к Богу, это может сделать только настоящее я. И вот, наверное, та плотность застройки идолотворчества вокруг Бога, она тем плотнее, чем я сам не настоящий, сам себя не знаю. поэтому когда через эти куски я как-то прорываюсь ближе к себе, я неизбежно становюсь ближе к Богу и, соответственно, ближе к другим людям. Я познаю свою немощь, я познаю свою радость, я познаю свою нужду, свое стремление, к чему я вообще здесь нужен на этой земле. И я становлюсь настоящим, значит, я становлюсь живым. И вот я бы хотел пожелать, наверное, не бояться боли, не бояться вот какое-то вот это состояние невесомости, когда мне не на что опереться, потому что именно в такие моменты мы и можем опереться на Бога, когда больше не на что. И вот это прикосновение к Богу, прикосновение к настоящему, приближение к себе настоящему, это и есть духовная жизнь, это и есть поиск абсолютного смысла, абсолютной радости жизни, как и сказал Христос. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, но он же сказал, что путь этот тернистый. Поэтому, если мы не будем бояться через эти тернии пролезать к себе, к настоящему, к Богу, мы будем, конечно, иногда тревожны, иногда депрессивны, но в депрессии там можно газету почитать, я не знаю, фильмы посмотреть грустные, может быть, себя пожалеть любимого, но знать, что это не сама цель, чтобы на этом не зацикливаться, а сама цель это то, что будет после, куда я двигаюсь. Владимир Николаевич, спасибо огромное за содержательный диалог вот в эти три недели, в три вторника. И добавить хочется только лишь одно к тому, что уже было сказано, что действительно вопрос веры это то, о чем мы говорили в самой первой нашей, по-моему, встрече, передаче, что вопрос веры это вопрос доверия Богу, это вопрос именно этих самых отношений. И все, что на пути этих отношений встает, собственно, оно как некая шелуха расчищается и уходит. В том числе, например, когда человек долгое время был обряда вером, то есть религиозный обряд был для него собеседником, он собеседовал с собственным религиозным обрядом. Кризис происходит именно в тот момент, когда он понимает, что он беседует с чем-то неживым, с тем, что должно лишь выражать и обрамлять отношения с кем-то другим, с кем-то большим, чем этот обряд. Вот. Ну и с другой стороны есть одно замечательное богословское определение Бога, что это такой мрак, да, что Господь это такой мрак неведения нашего, да, то есть мы не можем войти в отношения с Богом, пока мы Бога наделяем определенного рода какими-то своими представлениями. Когда это все расчищается, вот то, что мы назвали состоянием невесомости или состоянием приблизившегося мрака, ну то есть чего-то непознанного, вот, в этот момент эта встреча, как правило, и происходит, и будем надеяться, что большинство из наших телезрителей эту радость встречи с Богом проживут и переживут. Вас я сердечно благодарю, с вами, дорогие наши телезрители, мы прощаемся, храни всех вас Господь, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok